приветствую вас брать самогонщики вы на канале самогон от че гевары и сегодня у меня уже вот третья серия про малиновку двойной перегон 2 предыдущей серии я пообещал что сделаю свой самогонный аппарат назвал его че геварагон и пообещал что мой самогонный аппарат расплющит малиновку так что ее будет легче закрасить чем отодрать мой самогонный аппарат будет современный полностью модульный подлежащей модернизации стоит будет дешевле скорость работы на нем будет выше а самое главное самогон на нем будет получаться качественный кто-то в комментариях предыдущему видео написал что ну понятно что это заказная антиреклама я не знаю кто заказал мой ролик надо будет обзвонить всех производителей вейн люк стайл дом спирт мастерскую вечный зов стиль мастер и всем им сказать что они мне должны денег не знаю пойдут они на это чтоб мне заплатить или нет поэтому смотрите вот я не стал брать никакой самогонный аппарат уже какого-то там известного производителя либо малоизвестного я решил поступить поступить так пойти на озон и сделать сборный самогонный аппарат то есть конструктор я буду руководствоваться лишь тем что посмотрю что там на озоне предлагают и у разных производителей возьму абсолютно разные комплектующие по сходной цене посмотрим что у меня получится основа самогонного аппарата это конечно же перегонный куб я взял перегонный куб 35 литров у него купольная крышка он кастрюльного типа а у него есть кламп патент подрывной клапан ну в общем это такой современный куб который сейчас делают все производители стоит он 6900 рублей меньше 7000 дальше мне понадобится естественно холодильник холодильник тоже стандартный 50 сантиметров длиной 8 трубочек там производитель по моему говорит 5 перегородок в нем трубочки 10 миллиметров такой такой холодильник способен утилизировать примерно четыре с половиной киловатта стоит он две ну почти две 300 так дальше еще понадобятся поворотные углы два штуки понадобится диоптер я взял диоптер холодильнику понадобится два фитинга быстросъема взял еще силиконовый шланг взял шланг пвх для подключения 6 метров силиконового шланга метр взял хомуты хомуты я взял комплект пять штук сразу и того у меня получилось напомню малиновка на официальном сайте стоит 15000 по моему там 500 рублей без каких-то там без какой-то мелочи и так как видите я я вам обещал что у меня аппарат будет полностью модульный пожалуйста полностью модульный на клампах современный куб стоит дешевле ну и теперь осталось только выяснить а реально будет ли он быстрее делать перегон и реально ли самогон получится лучше качественный давайте пойдем мою винокурню соберем этот самогонный аппарат как смотрите я в прошлом видео говорил что я просто вам покажу вот что за эти деньги можно собрать вот такой самогонный аппарат а сейчас я в винокурне просто соберу аналог вот такого самогонного аппарата то есть у меня там есть и куб подходящего размера и холодильник почти такой же по по моему даже точно такой же есть у меня там и хомуты и и есть у меня повороты идиоптер ну то есть вот все что я заказал у меня есть и из всего этого я соберу свой чигеварагон давайте посмотрим что у меня есть в качестве куба я буду использовать куб дом спирт залил в него 30 литров браги видите куб надо сказать для справедливости 37 литров вот так по максимуму но как видите я 35 не залил даже если бы у меня был 35 литровый куб я бы все равно залил 30 литров 30 литров браги в кубе у меня стоит 6 киловатт н почему я не использую индукцию здесь все очень просто тэн 6 киловатт индукция три с половиной киловатта то есть тэн будет нагревать брагу в два раза быстрее кто-то скажет наверное но это же несправедливо вот малиновку то можно поставить только на индукцию ну это проблема малиновки что они не сделали порт для тэна итак давайте сейчас закрою крышку да кстати чтобы у меня не было брызгу носа воспользуюсь вот этим волшебным средством пеногаситель самогонщиком он известен еще как софиксил буквально одну чайную ложечку надо на 50 литров ну вот одну чайную ложечку я сейчас в куб и добавлю так давайте покажу вам холодильник это такой стандартный холодильник которые делают все производители этот по моему у меня от вечного зова как видите здесь у меня так 8 трубочек они на 10 давайте сейчас длину замерим чтобы увидели что он действительно 50 сантиметров может кто-то скажет что он у меня метр так так давайте вот видите 50 сантиметров так все сейчас я устанавливаю холодильник поставил вот такой вот обычный носик носик там никакой роли особой не играет носик с трубкой связи с атмосферой так сейчас ставлю холодильник подключаю воду и можно будет включать куб на разогрев и так давайте посмотрим что у меня получилось куб в кубе 30 литров браги дальше стоит поворот поставил диоптер почему сюда они вот сюда дело в том что если поставить диоптер вот сюда ну как бы в него будет брызгу нос виден до через углы холодильник холодильник будет вот такой по кривой схеме его утилизирующая способность сразу упадет на 25 процентов то есть холодильник всегда нужно ставить строго вертикально ну и даже вот в этом случае если пойдет какой-то брызгу нос я его в диоптре все равно сразу же увижу так сейчас давайте включаю куб на разогрев сразу же 6 киловатт так вот у меня регулятор мощности так смотрим сейчас вам все покажу это показывает напряжение это показывает мощность 200 210 и мощность 5 900 давайте сразу же включаю включаю секундомер смотрим время время 12 56 и так начальная температура у меня 29 и 8 ну то есть почти 30 градусов то есть у меня тут достаточно жарко так ну что ж смотрите по какой я сейчас схеме отработаю нужно будет из браги отобрать голову хотя конечно на рек колонне я никогда так не делаю это бессмысленно но все-таки рек колонны при втором перегоне у меня не будет поэтому делаем так никакого покапельного отбора из браги нет мы отбираем просто буквально первые 200 миллилитров вот как в народе говорят первак так как малиновка любит говорить слово самогонка давайте я буду говорить это не головы это первак то есть 200 миллилитров первака отбираем а вот уже при второй перегонке когда я буду на своем чагивар огонь и перегонять спирт сырец вот тогда там можно будет и спирта сердца покапельно отбирать сейчас важно очень быстро перегнать брагу чем быстрее вы перегоняете брагу тем меньше всяких примесей в спирте сердце так ну я буду время от времени наверно подключаться и показывать вам как идет у меня процесс температура в кубе уже перевалило за 70 как только я увижу что пошли первые капли я сразу же перейду на четыре с половиной киловатта почему я решил на четыре с половиной потому что сейчас я выставил расход воды в холодильник 60 литров в час то есть я считаю что холодильник вот такого типа ну как я считаю я знаю просто его способности и если у вас вот этот холодильник начинает начинаете пропускать через него больше 60 литров в час ну то есть он просто работает уже неэффективно температура воды на выходе падает поэтому я вот буду исходить из того что включил 60 литров в час ну а там посмотрю сколько он в принципе может утилизировать может четыре с половиной киловатта может 4 а может даже 5 киловатт буду измерять температуру спирта сердца на выходе и она не должна будет превышать 30 градусов обычно вот при таких условиях я и тестирую все холодильники которые уже у меня были а посмотрите холодильников у меня самых разных великое множество да видите то есть про холодильники я знаю абсолютно все вот я смотрю что у меня уже здесь пошли первые капли температура 77 градусов ну и наверное сейчас я уже сразу же как сказал перейду на четыре с половиной киловатта самогонный аппарат выемдесят девять и девять ну то есть почти восемьдесят градусов время 23 минуты прошло с того момента как я поставил куб на разогрев и вот смотрите здесь уже как видите пошел такой уверенный отбор все сейчас я отбираю эти 200 миллилитров и потом начинаю отбирать тело да вот подаваемая мощность как видите 4570 ну сейчас я посмотрю температуру справляется ли холодильник или нет может быть чуть-чуть уменьшу или чуть-чуть увеличу мощность давайте вам покажу сколько голов отобрал отобрал вот по факту 350 я просто время от времени нюхал и вот пока перестал вот это такие такой лютый ацетонистый запах я отбирал так теперь давайте посмотрим параметры температура в кубе 82 и 6 температура спирта сырца 29 и 7 видите в температуру я вместился подаваемая мощность 4550 давайте вам покажу так ну температуру на выходе воды давайте так замерю смотрите у меня есть пирометр и я замерю просто температуру шланга так потому что вот вот здесь температуру мерить нельзя почему отражающая поверхность будет показывать неправильно давайте шланг померим видите температура 40 шланг 40 градусов то есть идет на выходе достаточно горячая вода давайте наверное я даже сейчас термометром ее померю потом вам скажу давайте во первых покажу мою воду на входе она почти 26 градусов да вот видите такая у меня холодная вода почти 26 градусов на выходе из холодильника так шланчик выпал ну вот на выходе из холодильника температура там 76 градусов то есть холодильник работает на 5 с плюсом никаких вопросов так а теперь вопрос до какой температуры в кубе или до какой спиртуозности в струе я буду гнать вообще если бы я работал второй перегон на рек колонии то до пяти процентов струе здесь ситуация у меня немножечко другая второй перегон я тоже буду делать на ты не не снижаемый остаток в этом кубе ну примерно 8 даже не 8 9 литров поэтому мне нужно будет с учетом того что я потом отберу тело из спирта сердца чтобы тен не оголился 16 литров поэтому я не буду смотреть ни на температуру в кубе не на спиртуозность струе я просто отгоню 16 литров посмотрите вот такой бодренькой струйкой у меня идет спир цирец нужно ли замерять здесь скорость отбора нет достаточно знать формулу мощность умножаем на 1 и 8 я подаю 4 с половиной умножаем на 1 и 8 получается чуть больше 8 литров в час как я уже сказал отобрать мне нужно 16 литров и того получается 16 делим на 8 два часа я буду отбирать спир цирец на разгон у меня там ушло 25 минут плюс 2 часа и того на разгон и отбор тела у меня уйдет два с половиной часа кубе у меня уже 14 литров давайте посмотрим температура 89 5 давайте посмотрим время ведь и прошло 2 часа 18 минут нот я думаю что за оставшиеся примерно там 10-15 минут эти 2 литра я доберу ведь и я уже приготовил шланг для слива потому что естественно я секундомер останавливать не буду пока я буду делать перезарядку то есть солью борду и залью вот этот спирт сырец так ну все дожидаемся конца погона решил замерить какая же сейчас спиртуозность струей идет температура 25 и 5 ну ориометр от 0 до 40 видите показывает 0 в принципе ничего там не идет идет просто уже вода прошло 2 часа 30 минут смотрим так но 16 литров есть все погон прекращаю здесь все отключаем сразу же открываю шланг и начинаем сливать борду дом спирт 2 обновленный куб настоящая 3 дюймовая колонна в состав которые входят сарга с медными тарелками супер мощный дефлегматор кожуха трубный доохладитель на мини клампах скорость отбора 2 литра в час посмотрите сколько великолепных напитков я уже приготовил на этом самогонном аппарате даже профессионалы будут завидовать новичку который купил дом спирт 2 пока у меня борда сливается я решил замерить спиртуозность моего спирта сердца температура 27 и 5 ну ариометр вот здесь показывает 20 21 с учетом коррекции по температуре это будет 18 процентов то есть 16 литров 18 процентного спирта сердца у меня получилось и так смотрите на перезарядку куба у меня ушло меньше десяти минут куб уже разогревается 39 градусов ну все в принципе все то же самое та же самая конфигурация как и при перегонке браги как я буду отбирать головы головы я буду отбирать по капельным как только я увижу что вот здесь у меня пошли первые капли я сразу же перейду на 500 ватт ну то есть может там 500 плюс минус добьюсь по капельного отбора и отберу головы головы я буду отбирать ориентируясь конечно же не на калькулятор потому что это не рек колонна и в принципе это бессмысленно головы нужно отбирать пока вы не почувствуете что вот этот ацетонистый запах полностью ушел а давайте немножечко порассуждаем в каком случае самогон получится чище в нем будет меньше примесей в случае с малиновкой когда головы отбираются только из браги или в моем случае когда я из браги отобрал головы а сейчас головы отбираю второй раз из спирта сырца я думаю что ответ очевиден в моем случае самогон будет чище кстати по поводу инструкции не знаю я может слепой не увидел но мы все знаем что когда мы перегоняем брашку в сырец да и дальше перегоняем его в дистиллят брашку нужно разбавлять здесь этого нету то есть попадает сюда спирт сырец и заново он как бы начинает испаряться поэтому уже прочитал в комментариях я сам так думал что лучше налить воды при втором перегоне чтоб все-таки качественное разделение было на фракции и все-таки я считаю что нужно попробовать отобрать и головы и при выходе готового продукта то есть не с браги а допустим при получении уже так называемого второго перегона так как хочет сделать наш коллега не получится объясняю почему смотрите у меня залит в кубе спирт сырец объемом 16 литров и он немножечко естественно будет меняться но только в меньшую сторону то есть я буду отгонять он будет уменьшаться что происходит в малиновке в малиновке во время всего перегона спирт сырец постоянно поступает вот в эту дополнительную емкость в эту колбу то есть вы можете там начать отбирать головы и это будет бесконечный процесс то есть постоянно спирт сырец он новый 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 спирт сырец все с новыми новыми головами поэтому в малиновке не работает отбор голов уже со спирта сырца только отобрать можно с браги в кубе 77 и 6 десятых прошло уже три часа две минуты почти посмотрите настроил вот такую быструю каплю в принципе я уже от отобрал порядка там 200 миллилитров если вот по калькулятору то по калькулятору нужно так отобрать порядка там 100 миллилитров голов и 200 миллилитров подголовьи ну вот как я сказал здесь правило калькулятора не работает потому что это не рек колонна и вот здесь можно только на запах ну вот сейчас я как бы не то не ощущаю никакого от стоны ацетонистого запаха поэтому давайте ка я сделаю так отберу в любом случае 300 миллилитров еще раз понюхаю если мне все понравится то будем отбирать тело с отбором голов когда мы гоним прямотоком спирт сырец надо понимать одну простую вещь вы никогда не сможете качественно отобрать головы как бы вы там по капельное их не настроили сколько бы долго вы их не отбирали они будут просто размазаны все что можно более-менее отобрать это вот самом начале погона как я вам и показывал с брагой то есть брагу не нужно кипятить не нужно выкапывать вот первое пошло там отберите лучше побольше все вот это будет головы здесь примерно та же система потому что опять таки объясняю здесь не рек колонна здесь не формируются никакие там фракции вот здесь там низко кипящие здесь высоко кипящие здесь ничего такого нету знаете многие самогонщики начинающие самогонщики они рассуждают так ну вот смотри головы же там я так головы условно говорю вот там головы кипят вот при такой температуре аспир цирец при такой температуре и достаточно вот в кубе создать какую-то температуру и все будет классно то есть можно там вообще чуть ли не кран открыть на полностью и отбирать их нет это не работает и пят они при одной температуре испаряются они при другой температуре плюс это еще все смешивается и если на рек колони там на насадочной части это можно как-то разделить более менее четко то здесь разделить как я уже сказал ничего не получится сейчас вот я понюхал я не чувствую вот этого резкого ацетонистого запаха чувствую запах вот этого деревенского самогона и не больше поэтому вот как я уже сказал сейчас 300 миллилитров а потом буду отбирать тело тело я буду отбирать опять таки на максимальной мощности включу четыре с половиной киловатта и до какой степени я буду угнать буду угнать до 50 процентов струи то есть я не буду здесь смотреть ни на термометр да у малиновки видели еще в царге зачем-то термометр что там вообще можно смотреть вообще непонятно на бражной колонне понятно для чего там есть верхний термометр для того чтобы вы смотрели дефлегматором там открывали прикрывали поток воды чтобы можно было как бы спиртуозность немножко повышать немножко понижать в малиновке ничего такого нет поэтому от который там термометр стоит под этим бубном ну он просто бесполезен ну может там для дальнейшей модернизации хотя модернизировать малиновку не так просто об этом мы поговорим уже в следующем видео так все гоню до 50 процентов струи говорил что не буду ставить попугая но все-таки поставил его чтобы хоть как-то ориентироваться и так смотрите температура 27 ариометр показывает ориометр у меня 4070 показывает он 55 но с учетом коррекции это 52 и на этом я погон прекращаю в прошлом моем видео когда я делал эксперимент чтобы определить какое же время понадобится чтобы перегнать на малиновке 18 литров браги и у меня получилось по расчетам четыре часа но вот в моей группе в один из коллег написал что он поинтересовался у своего знакомого который имеет такую малиновку и тот ему сказал не меньше чем пять с половиной часов вот такие вот результаты в своем недавнем ролике я показывал как готовлю самбуку макадамию опероль кампари сальсу а еще в ближайшее время я планирую сделать куантра блю киросао абсент ликер мятный ну и конечно же хреновуху как без нее все эти готовые наборы настоек от алтайского винокура если вы заказываете настойки у алтайского винокура на сумму 1950 рублей то доставка бесплатная а еще у алтайского винокура акция банный набор в подарок ну а также масса других товаров разных настоек ручной фасовки ссылка на все товары будет в описании забыл показать вам время так секундомер показывает 4 часа 15 минут длился у меня весь процесс часы показывают 17 часов и 13 минут то есть как видите на часах и нос и на секундомере время все сходится и так давайте подводим результаты моей перегонки в итоге у меня получилось 3 600 это 5 литровая банка вот видите вот 3 литровая это 5 литровая а то кто-нибудь скажет как ты в 3 литровую банку 3 600 налил нет все в порядке так налил в цилиндр 24 и 8 будем считать 25 температура ариометр у меня а с 3 от 40 до 70 показывает он 62 и с учетом коррекции 60 процентов то есть у меня получился самогон 3 600 60 процентов и давайте сейчас приведем к общему знаменателю алексей там сказал что у него получилось 1 и 8 литра 78 процентного процентного хотя это как бы не точно да вот если я вам показал и температуру и спиртуозность то алексей показал только спиртуозность не знаю но пускай будет так мы сейчас пересчитаем все это на 40 процентную сортировку то чтобы нам можно было сориентироваться я все пересчитал и давайте теперь цифрам мой перегон длился 4 часа 15 минут причем у меня настоящий двойной перегон я два раза отбирал головы первый раз браги второй раз со спирта сырца поэтому качество самогона у меня будет выше я думаю с этим спорить никто не будет итак за 4 часа 15 минут мне удалось добыть 5 литров 400 миллилитров 40 градусного самогона как я вам уже говорил на малиновки перегон длится порядка пяти с половиной часов и за это время можно добыть три с половиной литра 40 градусного самогона и вот теперь вопрос ну и где здесь в два раза быстрее видите не получается никак в комментариях под моим видео малиновка двойной перегон 2 некоторые владельцы этого чудо аппарата писали что напиток получается просто божественные якобы их друзья попробовав у них этот самогон сразу же бежали продавать свои люк стайлы 8 и становились в очередь за малиновка что точно так же получать вот этот чудный самогон напомню вот технологию получения самогона на малиновке я говорю условно самогон потому что если брать в терминах то это обычный спирт сырец без отбора голов технология такая из браги отбираются головы она перегоняется и да получается обычный спирт сырец из которого не отобраны головы то есть вряд ли можно сказать что вот мы из браги можем отобрать головы и получится дистиллят да вот дистиллят и так не делают перегоняют отбирают какое-то количество голов из браги ну кто отгоняет кто отбирает кто нет дальше а дальше идут уже разные технологии и и колонны тарельчатые и всякие медные прибамбасы шлемы конусы гусиные шеи но там люди реально отбирают из вот этого спирта сырца головы в малиновке это не предусмотрено просто и вот как я уже сказал владельцы этого аппарата утверждают что спирт сырец который они готовят с неотобранными из него головами просто супер классный вот в отличие от них этот самогон я готовил по другой технологии то есть первую перегонку браги я отобрал головы там залпово сколько сколько там миллилитров 200 пошло понюхал вроде нормальный запашок там без особого ацетона и потом второй раз когда я перегонял второй раз я покапельно отбирал вот из этого головы все равно я знаю что запредельное количество ну и тем более какой может быть дистиллят из сахарной браги спирт сырец давайте обычный самогонистый запах вот ничего нового развел я его до 40 градусов это но знаете вот в деревне бы это это я реально был божественный напиток был пьется как самогон но очень легко без вот этого после самогонной вот этой отрыжки когда выпишу кого-нибудь самогон вот этот у которого не головы не отобраны и не хвосты и вовремя отрублены и вот потом жесть нет вот этот вот кстати пьется даже вполне прилично я не знаю есть любители именно вот такого напитка им бы слушайте зашло бы на ура так ну все меня хватит а вот следующем моем видео мы поговорим с вами про модернизацию как малиновки так и моего чагиварагона и посмотрим в чью же пользу и у кого дешевле и качественнее будет эта самая модернизация а пока братья самогонщики на этом все как всегда не голов и не хвостов чтобы не был на всеми всем бобра и пока и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok